Друзья, привет всем! Сегодня мы поговорим о таком понятии, как удвоенные слова. В турецком языке существует способ усилить выразительную силу слов и сделать повествование более интересным и привлекательным. Это делается при помощи удвоения слов. По-турецки удвоенные слова это ekilomeler. Они образуются сочетанием двух близких по смыслу слов или наоборот слов-антонимов. Удвоения используются для того, чтобы усилить смысл, но на русский язык эти словосочетания могут переводиться по-разному, в зависимости от их использования в предложении. Начинающий изучать турецкий язык может не всегда по смыслу понять эти словосочетания, когда впервые их услышит. Если вы научитесь правильно применять удвоенные слова, это значительно украсит вашу речь. Удвоенные слова по своей структуре разделяются на несколько видов. Посмотрим на некоторые из них. Удвоения могут быть образованы близкими по смыслу словами. Например, удвоение «дорудрюст». «Дору» переводится как «правильный», а «дюрюст» – «честный». Посмотрим на примерах предложений, как это словосочетание может использоваться и что оно может означать. Буалет доудрюст чалышмёр. Этот прибор толком не работает. То есть он не работает правильно или нормально, так как должен. Можно заменить словом «толком». Буалет доудрюст чалышмёр. Этот прибор толком не работает. Следующий пример. «Сорума доудрюст джевапистиорум». Я хочу толковый или прямой ответ на свой вопрос. Здесь «дорудрюст» подразумевает «честный», то есть можно сказать прямой, без увиливания, понятный ответ. «Сорума доудрюст джевапистиорум». Я хочу прямой ответ на свой вопрос. Ещё пример. «Онун юзюню доудрюст гюремедим». Я толком не разглядел его лица. По логике я не смог правильно разглядеть. Я толком не разглядел его лица. Ещё одно удвоение. «Делик дэщик». «Делик» переводится как «дыра», и «дэщик» тоже «дыра» или «пробоина». Например, «Он юзюня доудрюст гюремедим». «Дорога полна дыр». «В любой момент может случиться авария». Здесь «делик дэщик» как «дыра на дыре». Мы усиливаем значение того, что дорога вся в дырах. Можно перевести как «полна дыр». «Он юзюня доудрюст гюремедим». «Дорога полна дыр». «В любой момент может случиться авария». Еще пример. Вор перевернул весь дом, чтобы найти деньги. Здесь по логике вор порезал-перерезал в дыры все в доме, чтобы найти деньги. Но мы можем заменить это словом перевернул весь дом. Еще пример. Тело было изрешечено пулями. То есть перед нами мертвое тело, все в ранениях от пуль, в дырах, и мы можем сказать, что тело было изрешечено пулями. Следующее удвоение это Ялан Ян Лыщ. Ялан это ложь, неправда, а Ян Лыщ это неправильный. И все словосочетание можно перевести как ложный, фальшивый, обманный или неправдивый. Посмотрим на примеры предложений. Ялан Ян Лыщ бельгилер ля бизикандыр маячал исчер. Он пытается обмануть нас неправдивой или ложной информацией. Еще пример. Инанма буннар Ялан Ялныш суэлентилер. Не верь, это лживые слухи, то есть неправильные или неправдивые. Следующий пример. Ялан Ялныш и фадилер ля досяи капатмаячал исчер ляш. Они пытаются закрыть дело с фабрикованными показаниями. Здесь Ялан Ялныш неправдивые, ложные, и мы можем заменить на слово сфабрикованные или сфальсифицированные. Ялан Ялныш и фадилер ля досяи капатмаячал исчер ляш. Они пытаются закрыть дело с фабрикованными показаниями. Следующее удвоение это кёще буджак. Кёще это угол и буджак это отдаленный край, но тоже угол. Например. Мы искали ключ по всему дому, но так и не нашли. Здесь по логике мы искали ключ по всем углам, по удаленным местам в доме. И можно просто заменить словом по всему дому. Это имеет такое же значение. Ещё пример. Они пытаются хоть куда убежать от реальности. Здесь кёще буджак, качмак, убежать в разные стороны, по разным углам, куда-либо. Можно заменить словом хоть куда. Они пытаются хоть куда убежать от реальности. Ещё пример. То есть, по всем углам можно заменить словом «повсюду». И еще по-турецки, когда говорят «сабахтам бери», это не означает, что прям с утра. Это метаморфическое значение, и оно обозначает, что я ищу тебя давно. Следующий вид удвоения может быть образован из двух антонимичных по смыслу слов. Например, «ащау юкары». «Ащау» — это вниз, а «юкары» — это вверх. По смыслу это переводится как «приблизительно», «примерно», «около», то есть по логике чуть ниже или чуть выше от значения. Например, «Бу Махаледе ащау юкары ереми елдыр от Урёрус». «Мы проживаем в этом районе около 20 лет». Или еще пример. «Бу Адам ащау юкары киркешендайды». «Этому мужчине было приблизительно 40 лет», то есть ни ниже, ни выше, ни меньше, ни больше, значит «примерно». «Бу Адам ащау юкары киркешендайды». «Этому мужчине было приблизительно 40 лет». И последний пример. «Бу Кон ю аща юкары анладымы дущиньорум». Я думаю, что «примерно» понимаю эту тему. Следующее удвоение с антонимами «ИЛЕРИГЕРИ» засловно переводится как «вперед-назад». Например, «БЕНИМ ХАККЫМ ДА ИЛЕРИГЕРИ КОНУЩМАЯ БРАКН». «Прекратите болтать обо мне всякую чушь», то есть «болтать, преувеличивая или недоговаривая, по смыслу неправду». И «ИЛЕРИГЕРИ КОНУЩМАК» это переводится как «болтать чушь или ерунду». «БЕНИМ ХАККЫМ ДА ИЛЕРИГЕРИ КОНУЩМАЯ БРАКН». «Прекратите болтать обо мне всякую чушь». Еще пример. «О ДАНЫН ИЧИНДЕ ИЛЕРИГЕРИ ЮРЬЁРТУ». «Он ходил по комнате туда-сюда». По прямому смыслу он ходил зад-вперед, но лучше перевести как «туда-сюда». «О ДАНЫН ИЧИНДЕ ИЛЕРИГЕРИ ЮРЬЁРТУ». «Он ходил по комнате туда-сюда». И еще пример. «Башины ИЛЕРИГЕРИ САЛЛАДЫ». «Он кивнул головой». Дословно «он покачал головой вперед-назад», но мы можем просто сказать «он кивнул головой». Следующее удвоение «ас чок». Дословно «мало-много», а по значению можно перевести как «немного» или «примерно». Например, «Он у насыл бериолдууну ас чок бельёрус». «Мы примерно» или «немного» знаем, какой он из себя. Еще пример. «Херкезин ас чок саната Ильгисивардер». «У каждого человека, хоть немного ас чок, есть интерес к искусству». И еще пример. «Ам джам ас чок электрик ищлеринден аннар». «Мой дядя немного понимает в «электрике». То есть он понимает не все, но и немало, поэтому по значению это «немного». «Ам джам ас чок электрик ищлеринден аннар». «Мой дядя немного понимает в «электрике». Следующее удвоение это «саасола», дословно «направо-налево». Такое словосочетание есть и в русском языке, и оно по значению аналогично турецкому. Например, «беним яным дайкен саасола бакмасакын». «Когда ты рядом со мной, ни в коем случае не глазей по сторонам». То есть «не смотри направо и налево», можем перевести как «глазеть по сторонам». Еще пример. «саасола бактым ама бишей гюремедим». «Я огляделся по сторонам, но ничего не увидел». Здесь тоже дословно посмотрел «направо и налево», но можно заменить словом «огляделся по сторонам». «саасола бактым ама бишей гюремедим». «Я огляделся по сторонам, но ничего не увидел». Еще пример. «Ишледиим сучуёк этмекичин мутфан ичинде саасола кощмая башладым». «Для того, чтобы уничтожить улики преступления, я начал носиться по кухне». Дословно, с турецкого это предложение звучит так. «Чтобы скрыть вину, я стал бегать по кухне направо и налево». Ну, скажем, ребенок что-то съел на кухне, остались следы, и вдруг мама вернулась с работы, и он хочет скрыть следы. И в кухне пытается что-то сделать, куда-то спрятать остатки, чтобы мама не увидела. «Здесь бегать по кухне направо и налево» можно заменить словом «носиться по кухне». «Ишледиим сучуёк этмекичин мутфан ичинде саасола кощмая башладым». «Для того, чтобы уничтожить улики преступления, я стал носиться по кухне». Теперь посмотрим на следующий вид удвоения, когда он образован из двух одинаковых слов. Например, «яваш-яваш». Переводится «спокойно-спокойно» или «медленно-медленно». Например, «яваш-яваш, аджеле этмемелисин». «Спокойно, тебе не нужно спешить». Здесь просто мы усиляем значение слова «спокойно». «яваш-яваш, аджеле этмемелисин». «Спокойно, тебе не нужно спешить». Еще пример. «Дейшимлер, яваш-яваш олуш». Изменения будут происходить постепенно. То есть спокойно или медленно можно заменить словом «постепенно», которое подходит по значению. Или «я практар, яваш-яваш, докюльёш». «Листья опадают постепенно», то есть потихоньку-потихоньку. Следующее удвоение «аыр-аыр». Дословно это «тяжело-тяжело», но по значению переводится как «медленно». Например, «мердивен лери аыр-аыр чекты». «Он медленно поднялся по лестнице». Или еще пример. «Аыр-аыр ве тане-тане кону-щерлар». «Они говорят медленно и четко». Здесь «тане-тане» — это тоже удвоение, которое дословно переводится как «штука-штука», то есть «штука за штукой». Но по логике они говорят, выбирая каждое слово, и мы можем заменить это словом «четко». Это равное значение. «Аыр-аыр ве тане-тане кону-щерлар». «Они говорят медленно и четко». И еще пример. «Рахиб, Килиседе, Дуай-деркен, Инсаннар, Аыр-аыр и Чери Гириоларты». «Пока священник молился в церкви, люди медленно, Аыр-аыр, входили внутрь». Еще удвоения могут состоять из двух одинаковых или похожих звукоподражательных слов. Это звуки, которые издают животные, например, «мяу-мяу» – это «мяу-мяу» или «хав-хав» – это «гав-гав». Это физические звуки природы, журчания воды или завывания ветра, или механические звуки, такие как «скрежет», «грохот» и так далее. Например, «ширыл-ширыл» – это никак не переводится, но это означает «звук воды, которая течет». Например, «муслук очикал мышь» – «ширыл-ширыл акьор» – «кран остался открытым, и из него бежит, журчит вода». Или еще пример, «шеляли-ден сулар ширыл-ширыл акьорду» – «вода с журчанием текла из водопада». Честно, я для этого предложения не подобрал нормальный перевод. По логике все понятно, есть водопад, из него течет вода и как бы журчит, бежит, издает такой звук. Предлагайте свои варианты перевода в комментариях под видео, потому что по-русски я не придумал предложение, которое бы звучало нормально. Следующее удвоение – это «тыкыр-тыкыр». Это звук какого-либо механизма, который работает. Например, «ишлер», «тыкыр-тыкыр» или «рлёр». «Дела продвигаются как по маслу». Здесь у нас тоже использовано в метаморфическом смысле, то есть двигаются как механизм, как по часам, и издавая такой звук «тыкыр-тыкыр». Но по смыслу можно заменить как по маслу. «Ишлер-тыкыр-тыкыр» или «рлёр» – дела продвигаются как по маслу. Еще пример. «Бупар чайда тактыктан сонра» – мотор «тыкыр-тыкыр чалышадяк». После того, как мы установим эту запчасть, двигатель заработает как часы, то есть как отлаженный механизм, который издает звук «тыкыр-тыкыр». Еще одним способом образования удвоений является замена у второго слова первой согласной на букву «ме». Например, «китап-митап». Переводится как «книги» или «что-то наподобие книги», то есть «разные книги», «журналы» и тому подобное. Например, Возьми с собой какие-нибудь книги, чтобы не скучать в дороге. Здесь «китап-митап» можно перевести как «какие-нибудь книги» или «что-то для чтения». Еще пример. Для того, чтобы совершенствоваться, нужно рано просыпаться и читать разные книги. Следующее удвоение – «парамара». По значению это какие-либо деньги. Например, «Сендем парамара истемиорум». «Я не хочу от тебя никаких денег». Здесь «какие-либо» можно заменить на «никакие». Это по значению то же самое. «Сендем парамара истемиорум». «Я не хочу от тебя никаких денег». Или еще пример. «Онджа харджамадан сонра эли мизде парамара кхалмады». После таких растрат у нас не осталось никаких денег, то есть не осталось ничего, похоже на деньги. И последний вид удвоения – Это когда удвоения могут состоять из двух слов, которые по одиночке не используются. Например, «ывырзывыр». По отдельности нет слова «ниывыр», «низывыр». Ну а как словосочетание это переводится как «всякая ненужная мелочь». Например, «бурада ярарсис бирсюрюывырзывырдам башка бирщей йог». Здесь, кроме всякой бесполезной мелочи, ничего больше нет. Или еще пример. Давайте соберем всю эту мелочь в подвале и разложим по коробкам. И последнее наше удвоение это «аллак буллак». Это словосочетание означает как «запутанный», «беспорядочный», «непонятный». Например, «кафам аллак буллак олду». У меня в голове все перемешалось, запуталось. Или «оалай бирсюрюин санын хаятыны аллак буллак отмишты». Это событие разрушило жизнь многих людей. Аллак буллак отмишты – это запутало, привело в беспорядок. Можно заменить словом «разрушило». «Оалай бирсюрюин санын хаятыны аллак буллак отмишты». Это событие разрушило жизнь многих людей. На этом все. Надеюсь, вам было все понятно и полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, какие удвоенные турецкие слова вы знаете, и оставляйте свои примеры. Для всех, кто потом будет читать комментарии, это будет полезной информацией. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok